В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. И вновь об освоении восточных территорий. В администрации прошли общественное слушание. Что делать, если вы потерялись в лесу? Советы специалистов. В финал четырех саровские баскетболисты сразятся за звание чемпионов области. Далее расскажем обо всем подробно. Нужно ли застраивать восточные территории? Этот вопрос горожане обсуждали более трех часов и к единому мнению так и не пришли. Число зарегистрированных участников общественных слушаний – 260 человек. По факту людей было гораздо больше. Актовый зал администрации был забит битком. На рассмотрении пришедшим представили проект планировки микрорайонов 1А и 1Б. За разработку этого проекта администрация заплатила 12 миллионов рублей. От 500 до 600 тысяч квадратных метров жилья для 14-15 тысяч человек возвести на площади 110 гектаров. Таков план застройки восточных территорий. Об особенностях района, о геодезии и истории генплана города. Чуть позже – о самоштабности нового проекта застройки человеку, прогрессивной схеме транспортного обслуживания и соответствии требованиям умного города. Вступительная часть общественных обсуждений микрорайонов 1А и 1Б затянулась почти на два часа. Люди, пришедшие поговорить о своих переживаниях, связанных с новой застройкой, теряли терпение и высказывали недовольство. Вы пришли сюда нам заслушать проект планирования. После того, как он отработает свои деньги, я грубо скажу, вы можете задать свои вопросы. Администрация всячески препятствовала высказыванию мнения жителей и как-то проталкивала вот эти длинные доклады, которые ни уму, ни сердцу и не не несли практически никакой информации. Все кричали регламент, регламент, а лично я не голосовал за такой регламент, когда одни выступают по 40 минут, а другим только 3-5. Изначально слушания планировались как обсуждение планировки района и вопрос строить в восточном направлении или нет не стоял, но пришедшие были настроены иначе. Многие категорически не приняли саму идею о застройке. В докладах у всех звучала ссылка на генплан. Основной действительно документ. Я был депутатом городской думы в 80-е годы в пяти зазывах. Неоднократно рассматривались генпланы. И я очень помню хорошо, как проектировщики Ленинграда говорили о том, что в восточном направлении развития города не должно быть. В итоге во время обсуждения зал разделился на два лагеря. Тех, кто за строительство и тех, кто против. Главный аргумент первых. В городе негде строить, а новые микрорайоны могут дать возможность реализовать мечту многих горожан о доступных квадратных метрах. Строить нам просто негде. Ни объектов жилья, ни объектов социальных, никаких. Мы не можем строить жилье эконом-классу. Мы не можем строить жилье негде. Негде. Известно, что в городе существует нереализованное жилье. Почему только сейчас возник вопрос строить социально доступное жилье? Мы что, раньше не заводили молодых специалистов, которые в этом нуждались? Только с созданием этого микрорайона можно это делать? Вопрос. Предлагая проект, городская власть не желает рассматривать альтернативы. Проблема высокой стоимости жилья в Сарове есть, ее необходимо решать. Средняя цена, сложившаяся в городе Саров, около 69 тысяч рублей за квадратный метр. Ведь даже имея, в общем-то, немаленькую зарплату в ядерном центре, и учитывая существующее сегодня процентное снижение ставки, тем не менее, покупка квартиры для молодого человека в городе Сарове сегодня практически, но достаточно тяжела, а иногда и невозможна. Строить надо банально потому, что предложения по первичному жилью нет сейчас в городе. По оценнику ниже 6 миллионов их просто нет. К вопросу о дешевизне жилья. Кто просчитывал стоимость противокарстовых работ? Кто просчитывал? У вас это жилье не будет дешевым? Ни в коем случае. Оно будет дорогим. Тема закарстованности района звучала снова и снова. Горожане требовали гарантий, что все необходимые изыскания проведены, и новый район вместе с окрестностями не уйдет под землю. Изыскания были проведены в полном объеме, включая карстовые. Результаты изысканий находятся в области Тагапус официально закачивания. В любое время вы можете прийти и ознакомиться. Вот серьезного анализа по карсту не услышали. То, что нам показали вот этот слайд с карстоопасным районом, я на него вот свой даю, свою карту даю. Где четко совершенно видно, что восточная часть вот этого микрорайона заходит в особо опасную карстую зону. Это карта из вулкогеологии, где люди занимаются карстом очень профессионально. В случае разрушения домов, Силкина 46 и прочее, кто конкретно и как будет возмещаться в пущение? Всю роль администрации будет отвечать. Еще один аргумент противников освоения восточных территорий – наложение границ застройки и границ памятника природы Ближняя и Дальняя Пустынка. Граница особо охраняемой территории памятника природы проходит по границе территории разработки проекта и не пересекаются, они не накладываются друг на друга. Территории, которые вы собираетесь осваивать, входят в зону влияния памятника природы Ближняя и Дальняя Пустынка. В законе Нижегородской области черным по белому написано, что любые миллиардивные работы в радиусе двух километров от границ памятника природы запрещены. Покажите эти границы. Вы что, отменили этот закон? Когда? А еще реликтовый лес или лес Серафима Саровского. По мнению горожан, новая стройка грозит ему полным уничтожением. Во всем мире проводится кампания по сохранению леса, поскольку за последние годы лесная растительность уменьшилась в два раза. Эту программу одобрил президент, а вы идете против программы, которую провозгласил президент. Сколько гектар вы хотите снести? Все свои опасения с просьбой пересмотреть планы по освоению восточных территорий горожане представили в администрацию в письменном виде. Рабочая группа общественной палатры смотрела данный вопрос, изучила документы и пришла к выводу, что решение городской администрации о застройке данной территории ошибочно. Сегодня, передавая документы в администрацию, я хочу сказать, что собрали почти 900 подписей. За время обсуждений прозвучало множество различных аргументов, как в пользу строительства, так и против него. И какая сторона права, сегодня сказать весьма сложно. Финальную точку в этом споре поставит время, которое и покажет, даст ли новая застройка дешевые квадратные метры, насколько качественной она будет, удастся ли сохранить реликтовый лес внутри микрорайонов и получится ли избежать карстовых провалов. И важно понимать, что ответственность за итоговое решение, строить на Восток или нет, в равной степени ляжет и на тех, кто активно выступал на публичных слушаниях. То, что налицо такая гражданская мобилизация, я могу оценить это только положительно. Но встает ряд вопросов. Первый вопрос по характеру обсуждения. Смотрите, прежде всего, конечно, и городским властям, и депутатам на заметку. Значительная часть собравшихся, посмотрите, какой глубочайший уровень недоверия. Любому слову городских властей. Есть такая вещь, как критическое мышление. Поэтому, когда вы сегодня слушаете, что сегодня рассказывает администрация, не верьте ей. Не верьте администрации и обязательно, взяв небольшую паузу, дойдите, посмотрите все документы сами. Пообщайтесь со специалистами, прижмите их к углу, заставьте их выделить для вас время и потребуйте показать все нормативные документы, на которые они сегодня ссылаются. Потому что ссылаются они сегодня там даже не показывают бумагу. С другой стороны, мы видим, что есть ряд выступающих, которые проговаривают определенные тезисы с бумажки, тоже как бы немножко в другую сторону. Если что-то вам не ложится на душу и вызывает отторжение, не верьте этому, проверьте. Если что-то вам нравится и ложится на душу, и кажется, что это полностью совпадает с вашим миром ощущения, не верьте вдвойне. Еще раз проверьте. Полную информацию об итогах публичных слушаний обещают разместить на официальном сайте администрации Сарова в разделе градостроительства 16 мая. Слава Богу, что слушания состоялись и теперь никто не скажет, что все на этих слушаниях были за застройку восточных территорий, за движение на восток, за уничтожение серафимовского леса. Нет, такого теперь никто и никогда не скажет. И мы спасем лес. Ветераны смогут передвигаться на такси бесплатно. Чтобы добраться до нужного места, необходимо просто позвонить по телефону 6 50 50. Воспользоваться бесплатным проездом могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, узники концлагерей и труженики тыла. Никаких подтверждающих документов не требуется. Акция будет действовать на территории всего города с 8 по 10 мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве финансов предложили ввести 3-процентный налог для самозанятых россиян. Он коснется домработниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих частные услуги. Как пояснили в ведомстве, в пилотном режиме новый налог могут ввести в некоторых регионах уже в следующем году. Соответствующий законопроект уже готов и скоро будет опубликован. В Центре социальной помощи семье и детям стартовал прием заявлений на бесплатные путевки в оздоровительно-образовательный центр «Березка». Документы принимают от родителей или законных представителей детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Более подробную информацию можно получить по телефону 757-70. В клинической больнице номер 50 предупредили об изменениях. Из-за праздников запись к врачам-стоматологам на следующей неделе будет размещена на портале пациентов в четверг 10 мая в 18 часов. Несколько недель назад саровчанин ушел в лес и до сих пор не вернулся. Волонтеры, кинологи и просто неравнодушные жители города не один день вели поиски и прочесали весь лес, но пока безрезультатно. В свете этих событий наша съемочная группа решила выяснить, как необходимо себя вести, если вы потерялись, и что всегда необходимо брать с собой при походе в лес. Это может случиться с каждым. Как бы хорошо вы не знали местность и ближайший лес, все же нельзя исключать опасность и заблудиться. Поэтому, отправляясь за грибами и ягодами, необходимо взять с собой минимальный набор, который совершенно не отяготит, но поможет сохранить здоровье и спасти человеку жизнь. Нож, кусок веревки, запас воды, запас еды. Еда должна быть такая, чтобы занимало мало места и в то же время она должна быть калорийной. Не забудьте взять спички, фонарик лучше налобный. Чтобы подавать звуковые сигналы, пригодится свисток. Конечно, первое, за что хватается заблудившийся человек, это мобильный телефон. Но не везде есть сотовая связь, поэтому экономьте заряд батареи. Позвоните близким и в службу спасения 112. Главное правило – не паниковать. Не нужно геройствовать, тем более ночью. Лучше оставаться на месте, принять меры к своему сохранению. Не нужно пытаться выбраться самому. Велика вероятность, что вы просто будете ходить кругами. Собираясь в лес, нужно одеться в яркую, приметную одежду со светоотражающими элементами. Это облегчит задачу спасателям, которые отправятся на поиски заблудившегося человека. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Миллионы деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне были высажены почти в каждом регионе. К акции Лес Победы по традиции присоединился и Саров. В рамках мероприятия в лесном массиве вдоль дороги к садоводческому обществу Кремешки высадили более 300 сеянцев сосен. У акции Лес Победы две цели – озеленение города и эколого-патриотического воспитания молодого поколения. Началась на отпосадок деревьев на месте боев, но вскоре расширила свои границы. В нашем городе таких мест нет, и поэтому, естественно, чтобы ребят ввести такую просветительскую работу, экологическую и патриотическую, мы организуем эту акцию в городе. И в черте города высаживаем именно на том месте, где был пожар и где выгорело очень много деревьев. Лесной массив нашего города очень сильно пострадал от пожара в 2010 году. Через несколько лет специалисты лесного хозяйства провели санитарную обработку пострадавшего участка, чтобы не допустить заражения здоровых деревьев. Но когда провели санитарную вырубку леса, у нас образовалась большая поляна в пределах 5 гектаров. С 2013 года работники лесопарка высаживают здесь двухлетние сеянцы сосны. А со стартом акции Лес Победы любой саровчанин может внести свой вклад в сохранение экосистемы нашего города в память о тех, кто погиб, защищая нашу родину. И с 2015 года мы ежегодно садим, добавляем на эту площадь посадку. Здесь у нас посажена сосна, елка, береза здесь, береза как бы она естественно растет. И сосна сибирская здесь посажена. В рамках Всероссийской акции в этом году школьники Союза детских организаций «Сияющие звезды» помогли высадить 300 сеянцев сосны. А еще 300 были посажены работниками лесного хозяйства. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Для одних баскетбол – это просто игра. Для других – серьезный вид спорта, в котором необходимо достигать определенных высот. И нашим спортсменам это удается. Уже в эти выходные саровские баскетболисты примут участие в финале четырех и поборются за звание чемпиона Нижегородской области. Весь сезон наши спортсмены шли к этому событию, к серии финальных матчей областного чемпионата по баскетболу. 5-6 мая на базе «Фокус-Звездной» в Арзамасе в борьбе за чемпионство столкнутся сильнейшие команды региона из Сарова за Волжье, Нижнего Новгорода и Арзамаса. Баскетбольный клуб «Атом» участвовал во всех финалах четырех за время их существования и ни разу не уезжал оттуда без призовых мест. На самом деле, это самая сильнейшая команда на данный момент в области. Соперники равные. Борьба будет бескомпромиссной. Явного лидера здесь не наблюдается. Объективно сложно предсказать, кто будет чемпионом. Будет очень интересный турнир. Наша юниорская баскетбольная команда также примет участие в турнире в своей возрастной категории. В финале ребятам предстоит встретиться с командами из спортивной школы 7 Нижнего Новгорода и из Дзержинска. Но первую игру проведут против баскетболистов из Павлова. Играем с командой города Павлова. Команда сильная. Ну, в два раза обыграли их в регулярном чемпионате. Но привезут все сильнейший состав. У нас тоже мы готовимся давно. Финал четырех пройдет в Арзамасе в Фоке Звездной. Начало юношеских игр 5 мая в 3 часа дня. Мужское противостояние начнется в 6 вечера. Если очень хочется посмотреть игры, а возможности поехать в Арзамас нет, в группе БК «Газоэлектроника Арзамас» в социальной сети ВКонтакте будут идти прямые трансляции. Давайте поддержим наших спортсменов. И еще одна хорошая новость для любителей баскетбола. 12-13 мая будет проходить финал дюбла среди девушек и юношей 2-3 года. Ну, всех ждем. Будем стараться порадовать болельщиков хорошей игрой. Мария Ирунч, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.